Здравствуйте! О главных новостях в Орле и регионе расскажу я, Виктория Панина. Смотрите в этом выпуске. О проблемах напрямую. Первый заместитель губернатора провел личный прием граждан. Серьезные изменения в ЕГЭ, которые уходят от формализма. Школьная готовность. Образовательные учреждения региона примут в новом учебном году более 70 тысяч детей. Возляет плотина. Ой, мамочки. Чемоданное настроение. Два десятка семей, получивших ключи от нового жилья, готовятся к новоселью. Мне всегда хотелось нести радость людям. Малые фрагменты большого творчества. В Орле открылась персональная выставка Жанны Травинской. Губернатор области Вадим Потомский подверг резкой критике работу городских властей по организации муниципальной маршрутной сети и состоянию пассажирского транспорта в Орле. Напомним, с 9 августа в областном центре стала действовать новая схема работы маршрутного транспорта. Однако, несмотря на все заверения представителей муниципальной власти о том, что нововведение не создаст для горожан проблем, последние не замедлили появиться. Многие маршруты оказались отменены, окраины стали еще более удаленными друг от друга. Возникла необходимость пересадок. Вам не кажется, что та новая система, которая сегодня внедрена в городе, она вообще никуда не годится? Логически подумайте, да? Можно делать пересад для того, чтобы доехать с автовокзала на вокзал. Представьте себя на месте тех людей, которые приезжают на вокзал с вещами. Им нужно добраться до автовокзала, чтобы уехать в районы. Вот они с этими чемоданами, торбами, авоськами, загружаются в эту маршрутку, должны выйти, дождаться другую, пересесть на нее и уехать. Мы что сделали? Мы кому помогли-то людям? Или мы составили такие маршруты, чтобы кому-то угодить конкретно? Значит, Александр Сергеевич, я даже ответов никаких не буду сейчас слушать. Вам 10 дней, чтобы представили новую схему, новое видение этого вопроса, с учетом пожеланий граждан. Состояние подвижного состава также вызвало критику главы региона. Вадим Потомский напомнил, что создание более комфортных условий для пассажиров было одним из условий повышения тарифа на перевозки. Как ездят эти старые автобусы, не мытые, грязные, так они и катаются. Как я говорил о том, что не должно быть на линии в городе автобусов, которые ездят с этими газовыми баллонами, не сертифицированными, а их никто не сертифицирует, кроме... В Орле их точно не сертифицирует, они уезжают в другие города, получают сертификат и выходят на линию. Якобы у них есть какая-то бумажка. Я же сказал, чтобы этих автобусов не было, все равно они ездят. Совместно с ГАИ привлекайте СМИ, средства массовой информации. Пускайте перевозчики покажут документы, где они взяли эту технику. В том, что мы установили газовый баллон, 10 дней, чтобы представили нормальные маршруты. И что касается перевозчиков, по обновлению подвижного состава. Мы перевозчиков услышали, перевозчик нас не услышал. На тех же старых развалюхах ездят, немытые, грязные. Но зато тариф повышен. Более того, мы когда тариф повышали, расчет был, что они потребляют либо соляку, либо бензин. А газовое оборудование, при чем здесь тогда, 16 рублей это было с учетом увеличения стоимости за топливо. Про газ вообще разговора не было. Умудрились. И 16 рублей получить, и газовое оборудование оставить. Но если даже так хорошо увеличить себе маржинальность, но покажите, что вы поменяли подвижной состав. Купите туда себе технику на газовом оборудовании, с применением газового топлива, но с учетом того, что эта техника признана в заводских условиях. И сертифицирована вся. Она в Российской Федерации производится. Прямой контакт. В областной администрации прошел прием граждан. Вопросы жителей помогал решать вице-губернатор Орловской области Александр Бударин. На повестке дня злободневные темы. ЖКХ, капитальный ремонт и ряд других. Пенсионер Геннадий Григорьевич продавал овощи со своего дачного участка, как выяснилось, в неположенном месте. За что его оштрафовали на 3000 рублей. На одну пенсию приходится жить. С детей просить неудобно. Пять внуков у меня, двое детей. И пришлось выращивать, у меня частный дом, выращивать помидоры, агурсы. Ну и хоть какой-то 20-30 в какой-то год побольше подработать, чтобы можно было хоть на эти деньги что-то приобрести. Пенсионеру пояснили, что любой желающий может торговать свои продукции на ярмарках выходного дня. Они работают в субботу и воскресенье и располагаются в каждом районе Орла. Какие изменения ждать в новом учебном году и все ли школы готовы к первому сентября? Главы регионов провели онлайн-конференцию, на которой обсудили итоги приемок учебных заведений. Видео-встреча прошла под руководством Ольги Голодец, заместителя председателя правительства Российской Федерации. Алина Лагутина подробнее. Начали видеоконференцию с приятных новостей. Первоклассников стало гораздо больше. В этом году за партой впервые сядут 1 миллион 600 тысяч детей. Это на 150 тысяч больше по сравнению с 2015-м. Увеличение количества школьников рождает необходимость создавать новые учебные места. К первому сентября в регионах сдается 90 новых школ и до конца этого года будет сдано еще 95 школ. Это отличный результат, на который мы вышли впервые за довольно долголетний период. Готовность принять новоиспеченных школьников по стране также отличная – 90%. Ольга Голодец заверила, в остальных же завершается процесс приемки. Что касаемо преподавательского состава, тоже есть положительная динамика. Число учителей в России достигло показателем 1 миллион 200 тысяч. Средняя зарплата по стране – 36 800 рублей. Вырастут показатели в этом году. Нововведение принесет 1 сентября и в сферу образовательных программ. Мы реализуем дополнительно программу «Школьный автобус», для того, чтобы повысить качество и комфорт доставки детей к своим школьным зданиям. В Орловскую область прибудут 6 автобусов. Еще одной серьезной инновацией будет и то, что с 1 сентября в обычные общеобразовательные школы теперь пойдут учиться воспитанники детских домов. Сделано это для максимальной социализации детей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Серьезные изменения в ЕГЭ, которые уходят от формализма, и в ЕГЭ будут исключены задания с выбором одного ответа. Планируется, что эти нововведения коснутся биологии, физики и химии. А также будет продолжена разработка модели устной сдачи ЕГЭ по русскому языку. Большое внимание планируется уделить переподготовке учителей, от которых напрямую зависят результаты сдачи школьниками единого государственного экзамена. Алина Лагутина, Олег Фомин, телеканал «Первый областной». В Орле продолжается подготовка и к новому отопительному сезону. Свой старт она взяла 11 апреля. Сейчас в жилом фонде служба активно проводит гидравлические испытания. Подать тепло обещают без срывов, однако опасения все же есть. Касаются они домов, где продолжается капитальный ремонт. О том, как готовят город к запуску тепла, рассказали на рабочем совещании главы областного центра. Ксения Туркова продолжит. В жаркий сезон работы по подготовке к отопительному сезону горит вовсю. С пылу с жару представили и отчеты. О том, как идет дело, рассказали в администрации Орла. Вызывает беспокойность. Тут факт, что на ряде домов незавершены работы кровельные, незавершены работы, связанные с устройством, с системой теплоснабжения данных домов. Незавершенный капитальный ремонт жилых домов в этом году при запуске тепла станет проблемой для многих служб. Работы, сообщают в один голос представители управляющих компаний, осталось много. Пока же проверку на готовность к подаче тепла проходят другие Орловские многоэтажки. Без ремонтных работ здесь также не обошлось. Плавоплата проведены повторные гидравлические испытания магистральных и квартальных тепловых сетей. По их результатам выявлено 10 повреждений на магистральных и тепловых сетях и 17 квартальных. В настоящее время работа по устранению повреждений совершены. Заменено 5000 метров погонных тепловых сетей магистральных и квартальных. Ошел на ремонт зданий ЦТП. Подготовка к утопительному периоду будет выполнена в соответствии с графиком. На подготовку к утопительному периоду в этом году выделено 698 миллионов рублей. Однако, говоря финансовой стороне, докладчики признали, все не так уж и гладко. Долг перед тепловиками еще остался. Проблема в том числе и бюджетной сферы. На сегодня необходимы долги к началу отопительного периода максимально погасить. Задолженность порядка 35 миллионов рублей погас. Это все решено. Особое внимание обязали уделить социальным объектам. В списках риска они также имеются. Один детский сад, который как раз ремонтирует региональный фонд капитального ремонта, который я называл в тот раз улицы Ленин, 24-26. Они еще не приступили. Там ферма-реставратор, они должны были сделать 1 августа. Там один детский сад, номер 4, он был групповой. Поэтому здесь какие-то опасения есть. По всем у меня, другим учреждениям, 139-е, все в порядке. Созданной комиссией было поручено максимально и оперативно включиться в работу. Решить все проблемные вопросы ответственным лицам власти города настоятельно рекомендовали до начала отопительного сезона. Пригласить на следующее заседание комиссии в обязательном порядке представителя фонда капитального ремонта, а также управляющих компаний, которые управляют домами, которые находятся в капитальном ремонте, и заслушать по каждому конкретному адресу о сроках завершения работы, чтобы у нас не оказалось в начале отопительного периода неготовых тепловых узлов и раскрытых крыш. Ксения Туркова, Владимир Ноздрачев, телеканал Первый областной. Отделение Пенсионного фонда России по Орловской области предупреждает орловчан. От имени сотрудников могут действовать мошенники. Специалисты фонда напоминают, что прием населения ведется непосредственно в клиентских службах. И никаких поквартирных обходов не проводится. На некоторых многоквартирных домах города Орла появились объявления, в которых жителей от 25 до 49 лет предупреждают о плановом обходе для разъяснения вопросов пенсионного обеспечения. Организаторы также обещают разъяснить суд пенсионной реформы 2002 года и помочь окормить бланки обязательного пенсионного страхования. Отделение Пенсионного фонда по Орловской области сообщает, что сотрудники ведомства никогда не действуют подобным образом. В случае сомнительных визитов, все вопросы, касающиеся деятельности сотрудников пенсионного фонда, можно задавать по телефону горячей линии 72 92 36. К другим темам. В юбилейный год областной центр набрал хороший темп в строительстве. Новые объекты физкультурно-оздоровительные комплексы, реконструкция уличной дорожной сети Орла. В районах показатели не хуже. К примеру, в Амцинском активно ремонтируют сельские дороги. В местном бюджете на эти цели заложена немалая сумма – более 30 миллионов рублей. Оценил качество асфальтового покрытия мой коллега Андрей Деркач. Вопросы благоустройства уличной дорожной сети Амцинского района стоят лично на контроле главы. На сегодня сделано многое. Мы выполнили практически все планы на 99% плановой работы. И уже выполнили от плановых еще процентов 15 внеплановых, сверхплановых работ. 7 населенных пунктов и 9 миллионов рублей. И это только в 2016-м. Администрация района определила фронт работ. Одним из первых объектов стала дорога в деревне Бастыева. В мае этого года был проведен тендер. Выигравший подрядчик в течение недели уложил новое асфальтное покрытие. По качеству полотна мы очень строго следим за этим. Мало того, нанимаем специализированные организации, которые осуществляют технический надзор за ходом производства работы. Поселок Отрада – еще один пункт в программе ремонта дорог в Амцинском районе. Здесь многодетные семьи ударными темпами возводят жилье. Поэтому остров стал вопрос подъезда тяжеловесной техники и личного транспорта к участкам. Право на укладку асфальтного покрытия получила фирма ООО «Дорстрой». Все подстилающие слои уложены, уплотнены. Положен асфальтобетон марки 2 тип Б. Специально укрепленный для того, чтобы здесь идет строительство, ездят много тонны, привозят материалы. Поэтому, чтобы было качественно. Порядка двух километров составляет новая дорога. Она позволит ускорить темпы строительства. Радуется многодетная жительница Отрады. Это самое сердце для улицы. Потому что должна подъезжать транспорт с машинами, с материалами. Подрядчик обещал сдать новое полотно уже к концу августа. И на протяжении трех лет обеспечить гарантийный сервис. В целом дорожная инфраструктура района продолжит свое развитие. Планы намечены. В 2017 году с двумя дорогами мы выйдем в программу федеральную основу по строительству этих сельских дорог. Проектно-сметная документация готовится, документы готовятся. Ну и по местным дорогам то же самое. Мы постараемся в следующем году выполнить асфальтирование в семи населенных пунктах Мценского района. Андрей Деркач, Павел Джумабаев, телеканал Первый областной. Из аварийных домов в новостройке в Орле вручили ключи от новых квартир 21 семье. Этого дня орловчане ждали три года. В 2013 администрация города заключила договор о застроенных территориях с инвестором. Дома возвели в срок. Всего же благодаря данной программе удалось расселить 30 многоквартирных домов. Наталья Чунина оценила новые квадратные метры. Жили мы в таких условиях, все у нас на улице, вода, туалет, все на свете. Имеем только газ. У Валентины Филатовой чемоданное настроение. Теперь с улыбкой вспоминает о том, как прожила более 30 лет в аварийном доме. Повод для радости есть – переезд. Семья получила новую просторную квартиру. Такая квартира. Ой, мамочки, Господи, давай посмотрим. Ой, ой. Раньше семья Валентины Филатовой из четырех человек ютилась в 40 квадратных метрах в доме по улице Ватная. Сегодня хозяйка проводит экскурсию для мужа и внучки в просторной квартире. Вот это у нас ванна большая, которую мы не видели, дождались наконец. Восьмилетняя Кристина уже знает, как обустроить свою комнату. Личного пространства хватит и для ее мамы. Здесь буду стоять в моей кровати. Здесь мамина. Здесь письменный стол, где я буду писать. Здесь стенка для игрушек. Новые квартиры от инвесторов вместе с Филатовыми получили еще 20 семей. Все в микрорайоне Зареченский. Сегодня мы говорим о наглядном примере частного государственного партнерства, когда за счет следствия инвестора мы решили ваши житейские и коммунальные проблемы. Ну а со своей стороны, с корпорацией города, мы привлекли инвестиции и современным образом заставили эту территорию. Все неудобства и страхи этих семей остались позади. Впереди их ожидают приятные хлопоты, связанные с переездом и благоустройством новеньких квартир. Наталья Чунина, Олег Фомин, Телеканал, Первый областной. Продолжим выпуск. 23 августа, день разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Курской битве. Более 4 миллионов человек, свыше 69 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков, до 12 тысяч самолетов участвовали в сражениях с обеих сторон. Солдаты Красной Армии смогли выстоять и победить. Освободители Орла с болью в горле вспоминают события ключевого сражения Великой Отечественной войны. Константин Клочков только закончил 8 класс, когда по радио «Голос Левитана» передал о начале войны. Тогда всех мужчин от 18 до 60 в срочном порядке обязали прибыть в военкомат. Сопроводить своего отца до Болхова поехал и Константин Константинович. По возрасту отца его отпустили, а вот молодых ребят попросили остаться. Нас вызвали в военкомат и говорят, пишите заявление, кто хочет. Не так, а кто хочет. Там где-нибудь определим. Учиться где-то. К этому времени немцы уже подошли к Амцентску, поэтому туда срочно надо было отправлять военные силы. Они говорят, подписывай. А да. Раз-раз подписал сам лично. И все. И нас сражают, и мы поехали в Амцентск. По Амцентскому их колонну из танков начали обстреливать немцы. Единственный путь спасения шел через речку. Ну, мы успели по мосту пробраться. Только мы ушли, а он бац по мосту, и все. Это ночью. Мы и поехали дальше. Молодых орловских ребят отвезли далеко от родного дома, за Байкал. Там они учились в школе младших командиров, потом в пехотном училище. В скором времени вышел указ курсантов всех военных училищ отправить под Сталинград. Это такие бои были. Мне описать. Все. Кругом горит. Все бьет. Сталинград развален. После Сталинграда их дивизию перебросили на Орловско-Курскую дугу. Константин Клочков участвовал и в сражении под Прохоровкой. Но деятельность его была немного отличной от танковых сражений. Мы люди такие не ходили на штыки. Наше дело разведка. Наши русские пленные, которые перешли в их армию. Их вербовали. Вот этих вербовщиков всех. Немецкую разведку. Вот нам нужно было всех извлечь. По делам контрразведки Константин Клочков с товарищами ходил по местным деревням, чтобы отыскать предателей. Подготовляли все для того, чтобы наступление было хорошее. Чтобы наши войска были в тылу. Тылы были смелые. Солдаты разведки всегда оставались в тени. Но их заслуга не менее велика. Их сложная и опасная работа позволила нашему народу победить. Нашему городу выстоять. Анна Маричева, Павел Джумабаев, телеканал «Первый областной». И в завершение выпуска о культуре. В Орловском музее изобразительных искусств открылась персональная выставка Жанны Травинской «Фрагменты». Более полторы сотни произведений выполнены в разных техниках и жанрах. Представляет лишь малую часть из того, что было создано художницей за полувековой период творчества. Родом из Дебальцево. Все свое детство и юность она провела на Украине. А потому не стоит удивляться, что и в работах Жанны Травинской тесно переплелись мотивы двух славянских культур. Сегодня, увы, разделенных. Однако главную характерную черту творчества художницы поклонники ее таланта почувствовали уже давно. Творчество Жанны Анатольевны солнечное. Такое, как и она сама. И это больше всего нравится. Всем зрителям. Она, как человек, как организатор, как неутомимый деятель, умеет еще и любить и уважать людей. Она многих вывела на художественную арену. Она помогает всем тем, в ком видит талант. Она училась в знаменитых на всю страну Кжеле и Абрамцево. В 60-х, приехав в Орел по распределению, создала то, что потом станет известно под брендом орловской промышленной керамики. И сегодня красочные витражи, росписи и, конечно, керамические произведения Жанны Травинской украшают интерьеры многих общественных центров нашего города. Я думаю, что нет такой организации в городе Орле, которая бы не имела, может быть, даже в своих фондах, керамики Жанны Анатольевны. Керамика – занятие из разряда не самых легких. Должно быть поэтому художники предпочитают творить на века маслом, а не возиться с фарфором или глиной. Но зато работа керамистов, особенно такого уровня, как Травинская, всегда в центре внимания искусствоведов. Больше всего, наверное, она удивила музейных наших сотрудников. Потому что, как бы мы ни знали творчество Жанны Анатольевны, все равно как-то мы с каждым годом оцениваем его все выше и все больше понимаем, какой это титанический труд и какое это море вдохновения. Одними из первых зрителей стали коллеги с Жанной Травинской. Те, с кем она много лет проработала в Орловской организации союза художников. И кто не понаслышке знает о ее способности радоваться жизни. Цветы, 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 цветы. Вы знаете, вот эта вот радость жизни, она ее никогда не покидает. Какие у нас не бывают проблемы, вы знаете, посмотришь на Жанну, она так энергично всегда говорит об искусстве, что можно сказать, это как Волга наша, вы знаете, это как Ака наша. Она течет, невзирая ни на какие перепития, которые происходят. Она и впрямь любит город, ставший ей родным. Да и вообще любит жизнь во всех ее проявлениях. И эти свои чувства никогда не скрывает. Мне всегда хотелось нести радость людям. Делать им что-то такое, чтобы им было хорошо. А когда я делаю людям радость, то и у меня на душе радость. Это действительно только фрагменты. Фрагменты большой творческой жизни. Но и того, что представлено на выставке, хватило бы, чтобы по-настоящему порадовать поклонников солнечного таланта Жанной Травинской. Андрей Турбин, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной. На этом все. О важном и интересном сообщайте нам по телефону 761028 и 508 088. Это телефон нашей горячей линии. Также пишите на наш сайт obladin.ru. Я прощаюсь с вами. До встречи. Школу? Я не готов! Грандиозная акция от «Оптимиста» с 1 мая по 24 сентября. Главный приз – автомобиль «Лада Гранта». Школу вместе с «Оптимистом». Знают взрослые и дети о том, как мы вкусно и душевно печем. Брян конфи готовим вкусно, словно мама. Где бы ни был ты, возьми с собой брян конфи. Брян конфи всегда уютно рядом с нами. Приходи с друзьями в семью брян конфи. Брян конфи попробуй и ты. Сбрось лишнее в тренажерном зале. Спортивный клуб «Сталь». Меняйся к лучшему. Приходи. Орел, Рощинская, 12. Звони 3305-93. Экспресс-радио представляет Фестиваль «Охота на дичь». 10 сентября на сцене «Грин Эйр». «Селф Рейсерс», «Инель Гердис», «Кофешоп», «Андервейт оф Парадайз», «Туризм», «Лос Кроходилос», «Операция Пластилин», «Дмитрий Спирин», «Ракеты из России», «А также победитель проекта «Охота на дичь», которого выбираете вы. 10 сентября. «Грин Эйр». Начало фестиваля в 15.00. Наши партнеры. Ведущая сеть предприятий быстрого обслуживания в России «Макдоналдс». Знаменитый вкус ваших любимых блюд. Город развлечений ТМК «Грин». Рекламное агентство «Плазма ТВ». Эффективная реклама в Орле. Шинный центр «Протектор 57». Крупнейший поставщик шин, дисков для легковой, грузовой, спец- и мототехники. Праздничное агентство Светланы Нарышкиной «Артист». Сделай свой лучший праздник. Сайт объявлений «Моя реклама». Студия профессиональной звукозаписи «Открытый звук». Генеральный партнер проекта «Мобильный оператор Теледва». Качественная связь и скоростной интернет по низким ценам. Здравствуйте. Время прогноза погоды на Первом областном. С вами Катерина Ясная. По всей области по августовски тепло, давление немного снизится по сравнению с предыдущими днями, что указывает на небольшие осадки. И далее более подробный прогноз. Генеральный партнер программы – сеть магазинов «Провкосмо». «Провкосмо» для прикмахеров, косметологов, визажистов, мастеров ногтевого сервиса, а также поклонников профессионального качества. Торговый центр на Черкасской, ТМК «Омега Грин», торговый центр «Грин» на Карачевском шоссе. «Провкосмо» – красота профессионально. И теперь более развернутый прогноз погоды. 24 августа в Амцинске облачные временами дожди с грозами. Днем плюс 22, ночью температура плюс 19 градусов. В Ливнах днем без осадков и ясно, а к вечеру дожди с грозами. 25 тепла, ночью плюс 19. В Болхове облачные небольшие дожди с грозами. Воздух прогреется до плюс 20, ночью плюс 19. В Орле плюс 23, облачные местами дожди с грозами. Ночью плюс 19. Северный ветер со скоростью 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, что является нормой. На этом все о прогнозе погоды. А мы всегда рады вам на Первом областном. Наши партнеры. Магазин «Проект мебель». Скидки на кухни до 50%. Город Мценск, улица Тургенева, 137. Улица Машиностроителей, 19. Туристическое агентство «Мечта», которое осуществит ваши мечты о жарком лете. Советская, 25 и торговый центр «Малиновая вода», 4 этаж. Медицинский центр «С-класс клиник Орел». Качественное лечение начинается с грамотной диагностики. Для мужчин действует специальная акция. Комплексное обследование у врача-уролога всего 500 рублей. Запись по телефону или на сайте клиники. Желаю вам всегда хорошей погоды. Берегите себя. Добро пожаловать на территорию «Профкосмо». Профессиональная косметика и аксессуары для волос и ногтей от российских и зарубежных производителей для самых требовательных покупателей. И самое главное, для вас уникальные рецепты красоты от лучших специалистов. Каждый рецепт – это индивидуальная рекомендация по подбору средств, которые подходят именно вам. Вы получите ответы на любые вопросы об уходе, восстановлении и укреплении ваших волос и ногтей. «Профкосмо». Красота. Профессионально. Решили сменить кухню? Да, в магазине «Проект мебель». Скидки на кухне до 50%. Например, кухня «Татьяна» 1,6 метров со скидкой 50%. Всего за 6550 рублей. За мир дизайн проект сборка-установка доставка бесплатно. Туристическое агентство «Мечта» с вами уже 11 лет. Нам доверяют, и мы стараемся стать еще лучше. Спасибо, что вы с нами. Ваш отдых в надежных руках. Наш телефон – 7175-51. Мечты о жарком лете. Осуществить турагентство «Мечта». Мужские проблемы. Есть решение. Вест-класс клиник. Пройдите обследование у уролога. Всего за 500 рублей. 44 0909. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова